Девочка-пай Сьогодні в програмі Набряки під час вагітності Порушення в розвитку дітей Проблеми в сенсорній регуляції Батьківська любов Чи є межа? Поради спеціалістів Набряки, зокрема і у вагітних, мають свою причину То є вони можуть как раз Анкотично располагаться Вокруг сосудів Це одна причина Як раз у кого варикозна болезня Тот чаще всего і подважен Але Вовремя беременності Работає такий гормон прогестерон А этот прогестерон Тянет за собою воду Всегда На одну молекулу того прогестерона Приньет 10 молекул води І вона буде где располагаться Под кожной жировой клетчатки Клетчатка тоже как-то є везде Даже у самых худих женщин Єсть клетчатка В какой-то маленькой степени, но є І вот именно там буде, конечно, эта вода Находиться Щоправда, є худі жінки У яких навпаки Спостерігається Мала кількість вологи Ну, это небольшая совершенно Часть населения Женщины, которые имеют Под кожную жировую клетчатку Достаточно развитую Всегда будут в той или иной степени Чим більше термін Тим більше вираженість Поскольку этот гормон растет І, естественно, і набрекання Як в народі кажуть, оно теж Увеличується На консультации кожен лікар оцінює Загальний стан жінок У тому числі і стан набреків Надо с ними что-то делать или нет? Понимаєте, ведь не все надо Подряд хватать і лечить сразу А є такі состояния, які угрожають Тобто в цьому розбирається доктор Он знає свою пацієнтку Он с ней видиться не вперві Он за ней наблюдає Из разу в раз Он видит її аналіз мочи Аналіз крові Он смотрит її об'єктивно Как она себя чувствує Правильно? Как эта беременность развивается У этой женщины данной конкретной Правильно? І вот із цього всього Он синтезирує тот вивод Надо лечити Или понаблюдати пока що Кожен выпадок індивідуальний І є такі ситуація, коли, да, можна ограничить жідкость, ограничить соль І тож буде долг Посоветувати женщине съесть, предположим, укроп со сметаной без соли Він подомочий гонит немножко, і тож хороше Посоветувати, сбалансировать диету Не отменить там у неё всю подряд взять Давайте воду отменим, чтобы отёков не было Как она так даже-то будет? Вот А сбалансировать То есть жідкость ты уменьшишь вот столько Соль ты тоже уменьшишь Вот Острая, солёная Вот тут мы тоже тебе чуть-чуть урежем Не до конца, но урежем Вот И таким образом помочь женщине Это тоже советы, это тоже своеобразное какое-то лечение Нельзя всё подряд только брать и вот так Рубить с плеча Що робити, якщо ваша дитина категорично відмовляється митись Або обрізати нігті? Сповещає про це гучним плачем На практике проблемы сенсорной регуляции Проявляются в резкой реакции ребёнка на касание Каким-либо предметом Либо неудобной одеждой или обувью Либо даже близкого человека, такой как мама Такая реакция у детей на сприйняття шкірных подразників Называется сенсорным захистом Для коррекции сенсорной регуляции Учёные и медики разработали Некоторые упражнения Которые проводятся в кабинетах Приспособленных для этого И специальными щёточками Это Родителям немножко тяжело Исполнить в домашних условиях Есть советы, которые мы можем предложить вам Используемые дома В домашних привычных условиях Это будет деткам приятно И полезно И процесс должен состояться намного быстрее Ожидаемых Фахивцы пропонуют Кілька вправ Яки допоможуть вам самостійно Працювати с дитиною Та полегшити процесс Простых гигиеничных процедур В течение дня Вы бы могли растирать ребёнка Массажной губкой Или делать ему массаж Это будет очень полезно перед купанием Эта неприятная процедура для ребёнка Будет намного мягче пройдёт Вашим другом в цей ситуации Стане элементарна физкультура Это могут быть прыгания на скакалке Крутение халахуп То есть крутение обруча Таких вправ Дуже багато Перетягивание каната Ползание по спортивным стенкам Либо в парке Либо если имеется дома Прыгание на диване Как ни странно Но только Конечно же С подстраховкой родителей Поэкспериментуйте Граючись Зі своєю дитиною Деякі з вправ Будуть нагадувати Звичайне бешкетування Бой подушками Это игра Она будет интересна ребёнку И он привыкнет К таким резким И довольно уверенным Касаниям его тела Подъём по лестнице На четвереньках Можно копировать Какое-нибудь животное Его повадки Это будет игра Это тоже будет ребёнку интересно Подібные игры Не лише розвивают детей З проблемами в сенсорной регуляции Вони сприяють Духовному сближенню вас И с вашим чадом Также будет хорошо И для вас И для ребёночка Участие в домашних делах Это вытирание пыли Это мытьё посуды Ухаживание за цветами Либо какими-нибудь растениями Которые имеются у вас На приусадебном участке Уход за животными И игра с ними Очень приятно для детей В батьковской любови Багато не бывает Но и любить Потрібно правильно Если вы хотите узнать Как вы относитесь к своему ребёнку С какой любовью Насколько её хватает Вашему ребёнку Вы можете провести себе Дома тест Маленький Напишите на листке Десять пунктиков Как вы проявляете Свою любовь к ребёнку И тем самым вы проанализируете Какая любовь Эмоциональную больше проявляете Либо материальную Либо и ту и ту А також Тест Допоможе дізнатися Насколько Вистачає Тієї Чи іншої Любови Або ж Навпаки Не вистачає Исходя из того Что все дети Разные В первую очередь Родители должны почувствовать Своего ребёнка Исходя из того Что потребности Да Ребёнка Насколько ему надо Ну допустим Давайте возьмем Духовный Эмоциональный Момент Насколько Потребность В этом В этой любви Есть дети Которые И не любят Чтоб их Обнимали Или прикасались Или любят Сводить на минимум А другим Детям Очень много Этой любви Надо эмоциональной Обнимавших Целовавших Скажем так Каких-то Добрых Ласковых слов Попри На мой взгляд Вона Детя Детя Вона Он учится Критиковать Других Если ребёнок Живёт Среди Вражды То ребёнок Будет обижен На весь мир И будет сам Враждовать Но А если ребёнок Живёт Среди Понимания Он становится Лояльным И понимает Окружающий мир Продолжение следует